11 февраля 2024 года, воскресенье, благоприятный день для стрижки. Дизайн человека дает такой посыл – накопление энергии и создание стимулов для радикальных перемен. Поступая по совести, вы обогащаете общество, проявляя меркантильность, вы его истощаете. Оправдание. Занятый ум находит ответы на все вопросы. Вы можете обосновать любые решения, порой выходя за рамки логики. Способность объективно пересмотреть свои идеи и убедиться, что они полезны для окружающих. Создавать новые формы, комбинируя различные возможности. Вы предлагаете новые решения, чтобы поддерживать статус-кво и сохранять нейтралитет. Уверенность в том, что в жизни нет неразрешимых проблем. Неординарность. Доверять себе и брать на себя обязательства. Следуя по своему пути, обращайте внимание на то, как на вас влияют чужие слова и поступки. Выражая свою индивидуальность, упорно придерживайтесь собственной истины. Склонность искать внимание и одобрение, пренебрегаясь своими подлинными идеалами. При этом это воскресенье день солнца. Лучше всего гармонизирует солнце ранний подъем. Кто рано встает, тому Бог дает. Поэтому лучше всего вставать до 6 утра или до восхода солнца. А солнышко по Москве встает уже 8 часов и 6 минут. Очень важно хотя бы раз в год встречать рассвет. Делать сурью намаскар, приветствие солнцу. Практика на гармонизацию жизненной энергии праны. Делайте пожертвования в храмы, гуляйте, напитывайте солнечным светом, насколько это возможно. Делайте техники прощения и благодарения. Старайтесь желать счастья всем живым существам искренне. Культивируйте в себе все, что связано с радостью и искренне отдавайте это другим. Важно избавиться от гордости, надменности, импульсивности, язвительности, враждебном настрое, высокомерии, неуважении, эгоизме, длительном гневе и недоверии жизни. В воскресенье благоприятно заниматься планированием деятельности на ближайшую неделю. И включая то, что на старые лунные сутки, это очень благоприятно. И мы стремимся к самым позитивным энергиям солнца, это ответственность за себя и окружающих, великодушие, благородство, щедрость и энтузиазм, лидерские качества, ясное видение, уважительное отношение, уверенность в себе, пунктуальность, соблюдение режима дня. Лунные сутки дают нам нарастающую силу. В каждом из нас есть источник мощной силы. Не считайте себя слабее, чем есть. Не тратьте ваши силы на переживания, беспокойство, страхи, на то, что уже прошло или еще не наступило. Вы не обязаны отдавать свои силы, чтобы кто-то просто пользовался тем, что вы должны, особенно когда люди манипулируют вашим чувством долга. Это хороший день для накопления сил. Можно продолжать обдумывать планы, начатые вчера, но теперь уже более конкретно. Намечайте шаги и действия, которые вам предстоит совершить. В этот день вы можете оказаться в большой власти земных энергий, в результате чего пробуждается аппетит, появляется большая потребность в физических нагрузках. Прислушивайтесь к своему организму, чтобы понять, какая пища ему необходима. Не отказывайте себе в том, чего вам на самом деле хочется, но все же помните про умеренность. Важно употреблять только здоровую еду и стараться соблюдать меру. И обязательно позаботьтесь о теле, о том, чтобы привести его к гармонии с помощью физкультуры и любых оздоровительных процедур. Этот день хорошо подходит для крупных покупок, любых приобретений. Сейчас не время проявлять излишнюю экономность и скупость. Можно и нужно не только приобретать что-то для себя, но и делиться с другими. Можно делать подарки, раздавать вещи, которые вам не понадобятся, потому что всегда найдется человек, которому это нужно. Все, что вы потратите или отдадите в этот день, очень быстро окупится для вас как минимум в троекратном размере. Символ этого дня – рок изобилия. Это день наступательных активных действий. Хорош для путешествия, переезда, командировок. Сегодня можно приступать к притворению жизни своих планов и замыслов. Помните о том, насколько важен первый шаг и ваша решимость. Не сомневайтесь в успехе, верьте в себя. Слишком активно растрачивать энергию не стоит, ее нужно накапливать. Рок изобилия – это образ и символ неисчерпаемых даров. Символ богатства и удачи. Может проснуться неуемный аппетит. Этому потакать, конечно, не следует, иначе может появиться аллергия. Возможны отравления, а лишние сладости быстро превратятся в лишние килограммы. Ваши слова и поступки станут основой для цепочки последующих событий. Следите за каждым своим словом. Не только в седьмые лунные сутки, но и во вторые тоже. Культивируйте щедрость и относитесь к людям по-доброму. День, не подходящий для выяснения отношений, потому что рассориться можно навсегда. Зато прекрасное время для того, что наполнено позитивной энергией. Попробуйте что-то новенькое в сексе, позы, ролевые игры или новые места. Зачатый в такой день ребенок будет талантлив, удачлив и счастлив. Так что не упустите этот шанс, те, кто хотят стать родителями. Дарите подарки просто так, и вы будете сполна вознаграждены улыбкой, хорошим настроением и проявлением любви. Не ждите щедрости от других, начните с себя, и тогда мир будет вам улыбаться в ответ. Во вторые лунные сутки эффективно усваиваются лекарства, витамины, минеральные вещества. Отлично работают лечебные травы. Болезни проходят быстро и без осложнений. Полезно сесть на диету, избавиться от привычки к перееданию. Лучшим выбором сегодня станут каши, морепродукты и сезонные фрукты. Большую пользу принесут сырые овощи и свежевыжатые соки, особенно яблочный и морковный. Они помогут накопить энергию без лишних жиров и углеводов. Хорошо заняться йогой и дыхательными практиками. Если отказаться от физических нагрузок, то появится риск отложения солей, образования камней и интоксикации. Организм активно усваивает, но не только хорошее, но и плохое. И можно сделать практику на вторые лунные сутки, которая прикреплена к ролику. И в целом относительно темы питания. Мне недавно попался ролик, случайно, как разделывают курицу. Это был какой-то рецепт. И я скажу, что пассивное вегетарианство сказывается, потому что я уже не могу смотреть такие ролики. Я раньше никогда не была впечатлительной. И я бы не сказала, что у меня возникло именно впечатление. У меня было ощущение, что это когда-то было живое существо. И я прям переняла на себя все, что чувствовала бы эта курица, когда это разделывалось. И поэтому я теперь больше не ем курицу от слова совсем. Правда, я ее и не ела практически 4 года, но, может быть, пару раз я ее съела. Но после такого ролика я бы сказала, что такие видео можно записывать в группу не для слабонервных. То есть принцип Ахимса я прочувствовала полностью. Поэтому, если у вас возникает возможность и желание отказаться от продуктов животного происхождения, конечно, я не говорю о том, чтобы отказаться от всех. Да, морепродукты и какие-то жиры нам нужны все равно животные. Но отказаться от говядины, свинины и курицы, мне кажется, может каждый. Решение, конечно же, принимаете вы, исходя из потребностей вашего тела, но вот такую информацию я сюда добавила. При этом Луна находится в первой половине дня в созвездии Сатапхиша, а во второй половине дня в созвездии Пурвабхадропада. Сатапхиша благоприятна для подписания контрактов, заключения сделок с землей и недвижимостью, приобретения автомобиля, технологической деятельностью, медийными событиями, можно давать рекламу, заниматься образованием, обучением, начинать что-то новенькое читать, изучать астрологию, астрономию или что-то около эзотерическое. Благоприятна для путешествий, лечения, омолаживающих практик. Тут у нас достаточно много указаний на то, что в этот день можно поднять уровень своих телесных сил и делать все, что направлено на увеличение продолжительности жизни, особенно если заниматься медитацией, йогой, дыхательными практиками. Очень хорошо в этот день смеяться, потому что смех продлевает жизнь, и любые негативные субстанции под действием вибрации. Вибрация – это любой звук, музыка, музыкальные инструменты, тибетские чаши, движение самолета. Смех – это тоже вибрация и, наверное, это то, что наиболее быстрым образом может способствовать изменению внутреннего состояния. В такой день благоприятно посещать психолога, астролога, но и тишина тоже обладает целебным эффектом. В 15.09 может быть ощущение, что жизнь – это тлен. Могут появиться какие-то страхи, страх смерти. Или внутренняя эмпатия настолько сильная, что если вы общаетесь с человеком, у которого произошла какая-то неприятная ситуация, вы можете очень сильно ее прочувствовать. И это будет как искупление грехов. Вполне возможно, что в прошлой жизни вы натворили каких-то делов, поэтому в этой жизни вы можете ощущать то, что происходило, но только сейчас оно происходит не с вами, но вы это чувствуете. Самое лучшее, что можно делать – это заботиться друг о друге, делать какие-то реальные материальные шаги для того, чтобы помочь человеку. Как недавно у меня был пост по поводу того, можете ли вы прийти на день рождения без подарка. Честно, я не могу прийти без подарка. И большинство участников голосования также ответили. Было несколько людей, которые ответили, что они могут прийти без подарка. Некоторые люди считают, что стихотворение – это тоже подарок. В каком-то смысле это действительно так. Но когда ты идешь по улице, холодно, ты встречаешь кота или кошку, и ты понимаешь, что этому живому существу необходимо не только теплое слово, но и ласка, теплый кровь, еда. Ему действительно важнее в этот момент будет покушать, а не получить комплимент. Поэтому важно отслеживать вот эти шаги. Духовные практики – это работа на тонком плане. Нашему материальному тоже бывает что-то нужно. Кому-то нужно в туалет, кому-то нужна новая кровать, кому-то нужна какая-то игрушка для ребенка, потому что у ребенка должно быть развитие. Кому-то нужно заплатить за школу, у кого-то есть желание изучить что-то. Все потребности достаточно разные, и они все должны быть удовлетворены в должной мере. Для тех, кто мечтает проработать свою карму и заключить идеальный союз с человеком противоположного пола, чтобы достигнуть гармонии в личной жизни, можно помочь сделать это другому человеку. Есть замечательная упая, которая подвластна не всем, но любой человек может это сделать, если поставит себе такую цель. Но и состояние изобилия. Что нужно сделать? Если в вашем окружении, или среди ваших знакомых, или в общем кто-то собирается пожениться, то вы можете подарить кровать молодоженам. Это должна быть новая кровать, она должна быть с матрасом, и вы должны сделать это от чистого сердца. Тогда и в вашей жизни тоже будут происходить позитивные перемены. Проработка кармы выглядит именно так. Об этом говорит Сергей Серебряков. Также Пурва Бхадропада благоприятна для философских бесед, особенно таких мистических историй, околосмертных событий, что-то про карму, что-то про чакры, что-то про ауру. Самое исцеление, в том числе руками, может быть огнем. Тречи с друзьями также будут нести целительский эффект. Любые прогулки хороши. Хороший день для всех, кто постоянно развивается, и категорически плохой для тех, кто просто выживает, деградирует и не хочет изучать ничего нового, потому что Пурва Бхадропада управляется Юпитером. Юпитер – это тот, кто накапливает знания и использует их. Подходит для опасных, сомнительных и рискованных действий. В какой-то момент вам нужно на что-то решиться, и выбрать для этого правильный момент. Благоприятная деятельность, связанная с механикой, технологией, всякими прибамбасами. Оказание похоронных услуг, изучение вопросов, связанных со смертью. Сельскохозяйственные работы, потому что они всегда успокаивают. И любые действия, связанные с водой, примерно по той же причине. Но тут связь у нас именно со стихиями. Краткое резюме дня. Постановка намерения, самоисцеление, решение внутренних конфликтов, силой изменить обстоятельства, родовую карму, через принципиальность или отказ от старых принципов. Революционный настрой. И настрой на день. Я избегаю акций протеста, способных навредить мне или другим людям. Я расстаюсь с раздражением по поводу власти держащих. Я имею право на индивидуальность и признаю это право за другими. У меня есть свои особые способности, и я умею их выражать. Я ощущаю свое единство сообществом всех людей. Перемены – неотъемлемая часть эволюции. Я бесстрашно и целенаправленно борюсь за перемены своей жизни. Я верю, что любые перемены ведут к осуществлению моих желаний. Я благодарен за то, чему смог научиться, и за то, чему научусь в будущем. И, как обычно, я желаю вам находиться в состоянии легкости, радости и великолепии. Не забудьте поставить лайк, написать теплый комментарий, зарядить себя, улыбнуться во время просмотра, подписаться на канал и переслать другу.